все хотя уже прошло 9 лет без малого с того момента я хорошо помню это путешествие в карпаты и подъем на гору как мы шли как овечки друг за другом это было довольно жарко для высокогорье так я думаю градусов 20 там на вершине конечно было 10-12 а вот пока поднимались была жаркова стенка владик владика легкая одна не работала как потом оказалось я тоже там пыхтел трудно снимать на самом деле руки дрожат удерживать камеру более или менее сбалансирована очень трудно тем более любительская камера у нее нет мощной стабилизации оптика простенькая все очень просто тем не менее я очень доволен очень и память хорошая и кадры некоторые очень удачные и кстати вот с того стал из того путешествия мы привезли несколько елочек вот уже вымахала трехметровая и это тоже трехметровая вымахала там сзади чуть поменьше мы конечно привезли много и ялыти и ялынки и лиственницы и еще какие-то экзотические деревья но они к сожалению не прижились а это вот за 8 лет довольно таки здорово прижилась вымахала и мы переживаем каждый год перед зимой чтобы никто на новый год себе не спилил не свобил ну вот надеюсь что теперь она вот подросла и пойдет дальше в рост быстро мощно как раз она пробила слой до воды вот а про карпаты хочу еще рассказать что много легенд про название пип иван и к сожалению в основном эти легенды связаны с черногорским пип иваном а мы поднимались на мармарожский вот и почему он называется пип иван много версии они все странные какие-то и местные нам рассказывали свои какие-то балочки легенды и приколы честно говоря я даже что-то записывал но не совсем все помню поэтому пока с легендами мы отложим почему она так называется место очень мощное красивейшая кристаллический щит карпатский конечно там выходит наружу вот есть фотографии много будут наверное слайды из этого путешествия ну и очень доволен я что мы с сыном привезли через считай тысячу километров привезли такую прелесть и она радует всех и теперь живет у нас перехопе в валковском районе почти на самом высоком месте харьковской области вот так что добро пожаловать приятного просмотра